Добрый день, с вами Кудрявцева Кристина, сегодня отвечаю на очень интересный и важный вопрос, не простой, но важный. Вопрос мне задали в нашем сообществе «Мастер Трансформации», это сообщество профессиональных психологов на базе Европейской школы психологии для наших выпускников. Вопрос. «У меня не очень вяжется, как в концепции и-и, вместо или-или быть с выборами, много слышала от других психологов, что не делать выбор – тоже выбор, но этот выбор – самый вытягивающий энергию, но он же всегда получается тем самым спасительным третьим, чтобы не оставаться в «или-или». Или для выборов это не работает, запуталась, вот такой вопрос, он может показаться, может быть таким философским, оторванным от земли, но на самом деле он имеет непосредственное отношение к нашей ежедневной жизни, к тому, как эта сама жизнь складывается или не складывается. Сейчас много действительно говорят про смену парадигмы с «или-или» в «и-и», то есть это такой скачок в мышлении. Я тоже много об этом говорю, в частности вот мой метод, авторский метод трансформации ментальных состояний, он тоже содержит одну из главных идей, это идея вот про переход, потому что любой невроз – это «или-или», любое исцеление – это «и-и», это один из новополагающих принципов психической жизни. И если вы понимаете этот принцип, если вы умеете с этим работать, то вы умеете работать с любым запросом. Почему я говорю, что наши студенты учатся очень быстро? Потому что мы даем не методики, не техники, а принципы. А известно, что понимание одного принципа освобождает от знания десяти тысяч фактов, поэтому вам не надо изучать, а как работать с этим, а как работать с этим, как работать с этим. Вы понимаете несколько принципов, и это позволяет вам работать грамотно с любым запросом, это очень важно. Особенно, если вы только идете в профессию психолога, имейте это в виду, что есть два пути. Или вы можете начинать с изучения бесконечных техник, это путь длительный и, в общем-то, достаточно непростой. Либо вы можете начинать с понимания изучения принципов, и эти принципы позволяют вам работать с любым запросом и с любым, по сути, клиентом. Про выборы вопрос был. Когда мы говорим о выборах, кажется, что действительно мы говорим об или-или, если я вышла, то есть я могу выйти замуж или за Петю, или за Васю, по крайней мере, в один день в одной стране, то есть или-или, я чем-то жертвую. Если я вышла замуж за Петю, то я не вышла замуж за Васю, все, я Васю потеряла, и точно так же наоборот. И вот эта потеря, когда мы что-то выбираем, всегда происходит потеря чего-то, кажется так вот. И именно это является причиной, почему так часто психика зависает во время выбора. Любая практически проблема, с которой к вам обратится клиент, она так или иначе содержит в себе вот этот зависший выбор, он может быть осознанный, очень часто мужчины приходят, кого выбрать жену или любовницу, такой типичный запрос – осознанный выбор. Он может быть там неосознанным, допустим, женщина приходит, вот сложные отношения, скандалы, не могу уже, плохо и так далее. Если мы дальше глубже посмотрим, там тоже выбор, уйти или остаться с этим мужчиной. Просто этот выбор еще настолько страшит женщину, что она себе даже не задает этот вопрос, и так далее. В частных случаях могут быть миллионы разных конфигураций, но выбор всегда есть. И вот у нас, у нашей психики один из самых сильных страхов – это страх потерять, что-то потерять, даже то, что мне и не нужно. На этом работают все маркетологи, которые говорят, вот это осталась последняя пара обуви, и до этой информации вам эта пара обуви и даром не нужна была, а после этого – раз что-то включается, все дедлайны, все последние три дня распродажи и так далее – все это работает вот на этом страхе. Страх очень сильный, страх очень древний и неконтролируемый, рациональный. Мы можем понимать, что это уловка маркетологов, но мы будем на это реагировать. Даже если вам кажется, что вы не реагируете, вы все равно реагируете в каких-то моментах. Здесь не надо себя успокаивать, что я это знаю, значит я на это не реагирую. Мы все на это реагируем, но это отдельная история. Что касается выбора, действительно, выбор всегда – это страсть для психики, потому что там присутствует потеря. И если ситуация сильно заряжена, наша психика может выдать такой защитный маневр и отказаться от выбора вовсе, то есть как будто бы… смотрите, есть какая иллюзия, опять же я говорю о глубинных, бессознательных таких восприятиях. Если я не выбираю ни Петю, ни Васю, то я как будто бы потенциально могу получить и то, и то, я ни от чего не отказываюсь, и потенциально у меня вот есть возможность и с Васей, и с Петей, то есть я как будто бы сохраняю оба эти варианта, и в этом смысле это как будто бы и-и, но на самом деле нет, на самом деле, когда я не делаю выборы, не выбираю ни Васю, ни Петю, я по сути плачу двойную жертву, потому что я не проживаю жизнь ни с Петей, ни с Васей, то есть я не участвую в жизни, я не получаю никаких реальных отношений и никаких реальных плодов этих отношений, условно у меня не могут родиться дети, если у меня только потенциальные женихи. И так далее, это какой-то буквальный пример, на чем может быть понятно. Поэтому если, то есть такой защитный механизм не делать выбор, чтобы ничего не потерять, он приводит к тому, что мы теряем все. Почему это не и-и, это другая история? Смотрите, есть разные уровни развития психики, очень коротко здесь скажу, так вот очень упрощенно. Первый уровень – это единичка, человек, когда рождается малыш, для него все одно, то есть нет дифференциации – я, мама, там другой объект и так далее, все одно, все смешно, все такой сплошной комок серо-буро-малиновый, знаете, как пластилин раньше был, если все так вот его скомкают, он такой был один серо-буро-малиновый клубочек, вот так вот все это в психике собрано. И это как будто бы целостность, но она еще не дифференцирована, то есть там нет меня, это все такое вот смешанное. Дальше начинается разделение, ребенок начинает воспринимать, есть я, есть не я, то есть это уже двоечка. И вот это про «или-или», два – это или-или, или то, или то. Следующий этап – это троечка, когда появляется возможность вот этого «и-и», и то, и то, и то. Так вот, если мы не делаем выбор, мы на самом деле с двоечки спускаемся в единичку, я не выбрала ни Петю, ни Васю, я как будто бы все это смешала, все оставила, я откатилась, это регресс психики. И «и» – это движение дальше, это движение на третий уровень сознания, третий уровень мышления. Я сейчас говорю про уровни вот по своей авторской модели, разные авторы по-разному это описывают, я сейчас про, по этим ступеням. Логика одна и та же, потому что психика развивается по одному пути, поэтому можно по-разному описывать, одна логика движения одна и та же. Что такое «и-и»? «И-и» – это не буквально два варианта, понятно, я не могу и за Петю, и за Васю выйти замуж на времена. И это какой-то другой взгляд, другое восприятие этой ситуации, которое в принципе сам выбор, другое восприятие, при котором уже вопроса выбора нет. Понимаете? Например, давайте на каком-то примере объясню, но что хочу сказать. Для каждой конкретной ситуации, для каждого конкретного человека вот это третий уровень, восприятие с третьего уровня – это будет что-то индивидуальное, и в этом мастерство психолога найти эту точку зрения. К примеру, я выбираю мне купить красные шары на елку или желтые, я могу очень долго быть в этом выборе, но что может здесь быть соединяющим, неким другим взглядом на проблему? Я могу подняться выше и подумать, я зачем вообще эти шары выбираю, мне что надо на самом деле? На самом деле мне нужна красивая елка, и это другой фокус, другой способ мышления про это, тогда я понимаю, что если я выберу красные шары, а к ним подходящие какие-то красные гирлянды и красные какие-то бантики, то у меня будет красивая красная елка, если я к желтым шарам выберу подходящие гирлянды, бантики и так далее, у меня будет красивая желтая елка, и с этой точки зрения мне не важен цвет, мне важно, чтобы у меня была красивая елка, и выбор – все, он схлапывается, нет уже выбора. Это опять же один из тысячи вариантов, одну и ту же ситуацию, можно очень по-разному из нее выйти на третий уровень мышления в зависимости от того, какие у вас личные ценности, убеждения, какие у вас личные, важные для вас смыслы и так далее, там очень-очень много нюансов. Поэтому по сути вся работа психолога – это вот про этот переход. Любая проблема, любая какая-то фрустрация психическая – это второй уровень, ну или первый, второй, в том числе вот вопрос, выбор или-или, и выход из этого всегда через смену парадигмы в «и-и», только не надо путать про «не выбор, это откат в единичку». «И-и» – это не буквально и то, и другое, это изменение мышления, при котором уже неважно и то, и то одинаково хорошо, одинаково нужно, или одинаково не нужно и так далее. В общем-то, какой-то другой уровень мышления, переходя в который, мы уже не воспринимаем это в категории «или-или», вот так вот. Надеюсь, понятно. Больше про это говорим в наших программах обучающих, если вам интересно, приходите, информация под видео будет, можете оставлять заявочку, и наши ребята с вами свяжутся, расскажут по программам, подберут то, что может быть для вас сейчас самым оптимальным, самым подходящим. На этом все, с вами была Кудрясова Кристина, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова